всем привет вы на канале криптокомманс и мы начинаем очередной bitcoin обзор что такое трейдинг это серфинг и это не на мотив песни юрия шевчука это просто такая мысль трейдинг это серфинг по волнам волны которые мы видим на графике и вот этот собственно океан это и есть рынок тут есть киты креветки планктоны хомяки морские боевые и вот собственно есть серферы которые могут удержаться на волне врубаетесь а есть все остальные трейдинг это вам не зашел по быстренькому срубил кучу иксов кнопка бабло это очень сложное серьезное искусство и собственно им мы с вами и овладеваем постоянно совершенствуемся я вот на рынке уже сколько седьмой год наверное все еще учусь все еще ошибаюсь путем проб и ошибок совершенствуюсь и вы я надеюсь что тоже вместе с нами на этом канале поэтому если вы интересуетесь криптой не забудьте поставить лайк подписаться на канал и поехали графиком что ли так ну а теперь графиком bitcoin колбасит конечно нереально пошла волатильность сильная сейчас мы это обсудим буквально через минуту начать я хочу не с битка начать я хочу с бинанс коина вот с этого графика ребята поэтому погнали не будем томить начинаем собственно бинанс коин друзья я просто хочу коротенько еще сказать кто не смотрел позавчерашние вчерашние стримы торговая идея ребята не финансовый совет просто мои мысли да давайте сразу начнем с того еще что никто не может знать наверняка куда пойдет рынок не я не ридван не бенджамин кован не слезы сатоши не кевин свэнсон блин не кирилл эванс не кто понимаете даже не крипты дед вот мы только предполагаем здесь мы просто вам даем свое мнение и говорим то что вы мы делаем это все мнение в копилку и никто постоянно никогда не угадывает все в какой-то момент ошибаются поэтому давайте включаем голову и разбираемся бинанс коин к биткоину просто я вам хочу коротенько показать посмотрите это походу одна из единственных вообще монет которая находится на хаях на очень сильных хаях посмотрите бинанс коин к доллару уже пошел вниз когда весь рынок падал но он падал к доллару медленнее чем биткоин и да вы скажете это падающий клин цель пробивается наверх цель вершина клина но бинанс коин к доллару уже показал что он в медвежьем тренде он не переписал вот этот вот хай предыдущий understand поэтому смотрите ка торговая идея какая в долгу опять же не сейчас бежать на всю котлету а в долгую с прицелом на полгода год шортить нахрен бинанс коин к биткоину куда он упадет я не знаю но я думаю что минимум до этих значений именно бинанс битиси то есть вы идете на бинанс одалживайте в маржине у него фьючерсах в обычном кросс маржине одалживайте bnb borrow делаете да и покупаете на него битиси в долгу эта сделка отработает сто процентов но перед этим может ли он сходить выше конечно может он может взять и улететь на перехай еще поэтому здесь чуть-чуть добрать здесь чуть-чуть добрать если у вас просто есть bnb то просто их на споте скидывать покупать на них биток если вдруг он делает перехай то что чтобы вас тут не ликвиднуло а тут еще чуть-чуть добрать и тогда наверняка вдруг запляшут облака и кузнечик запиликает на скрипке здесь потихоньку начинать откупать его обратно врубаетесь и вот эту всю разницу забрать себе в качестве профита вот такая вот идея но мы переходим к биткоину с вами друзья очень волатильный сейчас рынок надеюсь что ситуация не изменится за полчаса пока я делаю это видео но я вижу интересные примечательные вещи на биткоине и сейчас я вам их покажу смотрите локально среднесрочно скажем так что произошло мы пробились из треугольника наверх часовой таймфрейм сеткой my ribbon быча вот отсек мы прям наверх удержим его как поддержку сейчас вот мы сделали один сильный заброс консолидировались все ждали барта не было барта сделали второй заброс сейчас консолидируемся и вроде возможно что сейчас все ждут барта что мы типа сильно ниже упадем вот до этих значений возможно такое возможно как минимум да вот до этого сопротивления возможно тут как раз будет дно сетки потом отскочим дальше тоже крайне возможно потому что всегда отдаляетесь на на часовике окажется что уже все вот он памп пора шортить да но здесь тоже люди за шортили их побрили сейчас все кто за шортят может быть их тоже побреют и прям сразу мы полетим потому что если вы отдаляетесь на дневку то вы видите что еще ничего не произошло биток только-только начал расти и да он уперся в сетку my ribbon но тем не менее напрашивается более солидный отскок как минимум вот в эту вот зону проторговки где мы очень долго тусовались это было у нас предыдущее дно скажем так вот посмотрите да эта зона 37-40 тысяч напрашивается по-хорошему отскок туда через дикую волатильность конечно же которую мы и наблюдаем касательно моей позиции у меня была цель сделать x2 на этом отскоке я в принципе ее уже добился сделал из пол битка биток на фемиксе на фемиксе очень удобно торговать ссылка на бирже в описании новый обзор делаем он появится у вас вот здесь но пока не сделали сейчас старый обзор посмотрите вот собственно до половину позиции уже разгрузилась лимит очками вот такой вот реализованный нереализованный профит ребята ну буду с вами откровенен я пока чисто отбиваю лосей все вот это падение 40 тысяч я добирал лонги выходил по стопам на лосил примерно вот столько же сколько сейчас отбиваю чем вообще плохо трейдинг до тем что на споте вы сидите спокойно и вообще не нервничайте трейдинг с плечом вы торгуете 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 упражняетесь чтобы выйти в ноль как говорится и и сказать фух слава богу отбил свое но я чего думаю я думаю что мы сейчас все таки пробьем вот эту зону каким-то макаром может быть сначала сделаем дампик обратно на тридцатку но потом пробьем я думаю вот здесь будет основная моя разгрузка уже и соответственно основной профит тоже уже пойдет здесь вот говорю с вами откровенно как все вижу на пяти минутках что мы видим сейчас но вы будете видеть уже другое мы видим что в принципе мы снова развернулись после этого мини-дампа и собираемся к моим следующим тейком это меня не может не радовать но знаете что я нашел есть один актив который сейчас показывает дорогу битку он показывает раньше чем биток и это битдао битдао который торгуется на бирже bybit ссылка на который тоже в описании и урок по ней есть замечательный у нас посмотрите он сейчас появится у вас вот там обязательно посмотрите его короче битдао это токен ну неофициальный токен бирже bybit скажем так типа как будущий bnb очень кстати дешевый сейчас ниже доллара торгуются и кто меня смотрит внимательно и подписан на нашу телегу я говорил что я зашел здесь на самом днище вообще в него посмотрите какая идеальная точка входа получилось я зашел в дао но самый прикол не в этом а в том что он вперед битка все это сделал посмотрите он сделал памп биток в этот момент стоял там он откорректировался сделал еще один памп и биток за ним все это повторял буквально там через час или два я не знаю через через пару часов короче посмотрите биток сделал то же самое но позже он вот здесь вот битдао уже помпанул потом помпанул биток потом консолидация снова битдао помпанул второй раз вот здесь вот и за ним помпанул второй раз биток и сейчас посмотрите что сделал битдао битдао скорректировался то есть биток у нас сидит вот здесь если следовать этой мысли что он будет повторять то есть биток сейчас вот здесь в ложном отскоке и дальше битдау спускается, смотрите, ниже, чем вот это сопротивление, до уровня предыдущей поддержки уже битдау спустился. И я свою часть прибыль забрал, тоже около половины позиций разгрузил, жду, готов, если что, войти снова, пусть хоть до моей точки входа упадет, я здесь зайду еще большим объемом. Опять же, это просто то, что делаю я, вы делайте, как вы хотите. Битдау торгуется в инверсных контрактах на байбите, прекрасненько. Ссылка, как я уже сказал, есть в описании на байбит. Вот, поэтому смотрите, если биток сейчас повторит судьбу битдау, то он сейчас сделает ложный отскок и потом упадет куда-то вот сюда в район 30, 200 или даже 30, ну короче, вот этой поддержки. 30, 200, да, будем говорить, пока ниже не упал битдау. Возможно, что он реально сейчас точь-в-точь повторит этот паттерн, потому что, друзья, крипторынок имеет обыкновение двигаться по паттернам, и все криптовалюты двигаются часто очень похоже, ну за редким исключением каких-то, которые там пампятся и дампятся. Так что, что, какие мои сейчас мысли? Я, в принципе, продолжаю держать лонг, по мере происходящего сейчас отскока буду, наверное, еще сильнее разгружаться, но в целом жду, как я уже вам сказал, более высоких значений, а-ля там 35-40 тысяч долларов, ну 34-37, так более консервативно вот эту зону, я думаю, что мы увидим на финальном сейчас шортсквизе, когда все зашортят. Это локально, это локальный трейд-план, как вести себя. То же самое касается и дэша, и биткэша, и любой монеты сейчас, они чуть медленнее, вяло за битком, но тоже идут. Хотя есть монеты, которые очень сильно отпрыгнули, кстати. Например, кардана. Опять же, на дневке этого не видно, на дневке у нас просто хороший сильный отскок. Но на часовике, посмотрите, кардана сделал уже со дна своего до вершины уже 53%. Очень хороший отскок у кардана. И сейчас он как раз будет на часовике тестировать сетку EMA Ribbon, вот он уже тестирует ее верхнюю границу, может спуститься и до нижней, это 0.55. И на 4-х часах он может спуститься еще ниже на 0.52, до нижней границы, если уйдет. Но сетка при этом бычая, смотрите, развернулась в нужную сторону для лонга. Тем не менее, вот тут красная точка, RSI пошел вниз. Короче, кардана сейчас уходит походу в коррекционную волну из этого импульса. Вот, и я думаю, что это вопрос времени, пока большинство альткоинов отпрыгнут так же хорошо, потому что они, конечно, глобально очень перепроданы. И посмотрим, опять же, присматриваем за BitDAO, если он сейчас развернется и полетит дальше наверх, то это будет, соответственно, индикатор того, что может сделать и биткоин, и все остальное. Поэтому, ребята, вот какие-то такие сегодня мысли у меня вкратце. Я не хочу затягивать сильно, чтобы этот обзор не утратил актуальность и был информативным для вас. Ах, да, чуть не забыл высказать свою глобальную идею. А глобально, еще раз вам говорю, что сейчас практически все, кого вы не посмотрите, ждут вот этот отскок вот в эти значения. 37-40 тысяч, там 37-42. И обычно рынок ведет себя не так, как ждут все. Поэтому, какие могут быть варианты? Вариантов много, сразу говорю. Вариант может быть, что это все ложная фигня, и мы улетаем сейчас вообще тузо дно. Но этого, на самом деле, тоже многие ждут, ждут цен пониже закупиться, поэтому это тоже, скорее всего, не произойдет. А также, какой вариант? Зажимаемся в боковик, не даем ни тем, ни другим выйти. Ну и, конечно же, третий вариант, ребята, это супер-мега-тузо-мун. Вообще, никто сейчас его по-хорошему не ждет. Точнее, все ждут, надеются, но все выйдут вот здесь. Вот я вам отвечаю. Все выйдут нахрен с рынка, потому что стрёмно, все будут ждать более глубокой коррекции. И ее может не случиться. Когда все чего-то ждут, этого не случается. Поэтому супер-мега-тузо-мун никуда не отменялся. Он все еще на балансе вероятностей может произойти. Вот, может произойти, а может не произойти. Я просто вам говорю, что нужно быть готовыми ко всему. Если вдруг вы увидите очень сильные импульсы, не торопитесь это шортить. Не торопитесь продавать все. Продавайте честями. Оставьте всегда часть позиции, хотя бы без плеча. Просто будьте в крипте. Ну вот лично я так делаю. Я сижу в крипте без плеча, мне хорошо. Падает она на 50%, пофигу. Потом можно всегда откупить внизу, используя плечо. Но это только если вы трейдер. А если вы инвестор, то вообще сидите и не парьтесь, и не смотрите эти видосы. Просто выдыхайте и все. Ну вот, кстати говоря, еще мы сейчас прям возвращаемся на ретест вот этой вот поддержки. Очень-очень сильной, если что. И в принципе мы удерживаем 68 уровень по Fibonacci. Просто как часы отработал. Золотой карман, 61,8. Удержали. Ложный пробой. И to the moon. Все. Всем профитроли. Торгуйте аккуратно. Думайте своей головой. С вами был Гринни, это канал Crypto Commons. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Все ссылки в описании. И увидимся в следующем видосе. Пока. А, еще на самом деле трейдинг это не просто серфинг. Это транс-серфинг реальности, ребята. Любое успешное дело, это транс-серфинг этой реальности. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.